Как можно делать эти звуки? Первый способ это писать здесь примечание переводчика, там ставится звездочка, звездочка, звук и там шу-шу, ну, делить звук вот так вот, оставить его. Вот это первый способ, как сделать, перевести звук. Второй способ это пишем вот эту шу-шу, делаем поменьше, там чуть побольше, там зависит от места. И как мы тут сбоку, рядышком, вот собачьем вот так вот. То есть не поверх этого звука, а вот как мы сбоку вот так. Это все очень простенькие варианты, то есть для клинера работа вообще не умальная получается, ну, как не умальная, то есть почистить только вот эти вот места. Вот эти, вот эти, а вот звуки он не чистит совсем. Вот, это очень простенькие варианты. Я не знаю почему, я люблю заморачиваться и делать, убирать вообще все японские звуки и писать поверх них узкими буквами, шу-шукает там за дверью. Так, мы написали нашу шу-шу, что делаем дальше? То есть, это как бы первые два варианта, там ничего сложного нету. Раз, два и готово. Если что, во второй второй вариант мы делаем, да, нам тут нужна будет обводка беленькая желательно, да. Ну, да, в случае беленькая. Кликаем дважды по слову сюда и выбираем обводка. Ставим цвет белый и тройка, толщина тройка. Ну, в принципе, тут нужно и троечку, я обычно буду двойки ставить, чтобы не слишком толстая была. Вот, пожалуйста, второй вариант готов. То есть, не так простенько. Третий вариант, мой вариант, самый микромозгий, самый сложный, раньше я еще делала немножко попроще, потом начинала совсем идеально делать, не знаю, что нужно делать. Ну, я хотела сделать. В общем, берем. Раньше я делала так вот, вот этот вот шу-шу, просто так вот на старость я делала и, пожалуйста, вот так и оставляла, то есть без книга заднего. Я вот так вот делала. Без этих изгибов, без ничего, просто так шу-шу и готово. Сейчас мне это не нравится. Сейчас я хочу делать прям супер-супер, прям как в оригинале. Я делаю вот эти вот шу-шу, растягиваю побольше. Так, и смотрю, что у нас там в оригинале. Он немножко вот таким вот изгибом в эту стёру и, ну, не знаю, можно несколько ускажений сделать. Значит, что мы делаем? Кликаем на движение редактирования текста, кликаем на букву Т с рукой, кликаем в стиль руга и сгиб поменьше, вот такой, совсем чуть-чуть. И по горизонтали тоже чуть-чуть. Окей. Вот оно всё субжилось. Дальше растягиваем, немножечко вот так вот двигаем и готово. Я вот так вот оставляю. Дальше будет делать клика. Клин я показывать не буду в данном случае. Я только вот здесь покажу, как клик делать. Ну вот, чтобы показать, какой я результат хочу в конце концов увидеть. То есть, берём штампик, альтом, зажимаем, выбираем нужную точку и клик-клик-клик-клик-клик. Штампуем полоски. Соберём нас сюда. Растампуем полоски. Если не видно, что у нас там происходит, можно просто поставить свою включительную линию и в каждом хате же в поле месте. Как удобно. Почему мне нравится такой способ? То есть, сначала делаем именно Type, именно звуки делаем, потом уже кликнем, потому что нам не нужно будет дорисовать абсолютно все моменты. То есть, бывает такое, что там очень сложно, ну, звук занимает очень много места, нам нужно там все вот эти полоски все перерисовывать по новой. А зачем это потом, ну, все равно закроется нашими руками не будет. То есть, мы сейчас чисто будем рисовать то, что у нас вылезает из ручки. то есть, вот эти вот кусочек штабничек нольчиков. И вот, конечно, вот руку надо рисовать желательно. Я ее чувствую плохо, я извиняюсь за это. Но более-менее, на самом деле, да. но он делал стамп и помоят. Я на едином деле, – в стампе, помоя. Стамповать. Спел стамп, помоя. Спел стамп, помоя, и и… Стамп. Так, мы все тут случилось, и… Стампуем. Все поделось. Вот так, все готово, вот такого результата я люблю продеваться в конце концов. Про белую обводку я показала. Кстати говоря, я люблю делать так, то есть поставим белую обводку, допустим вот эта зерк, у нас была белая обводка, потом берем правую клавишу, нажимаем на доской и скопируем стиль слоя. Теперь каждый раз, когда нам понадобится эта обводка, нам не нужно было выбирать настройки, кликать обводку, выбирать слои и сказали. У нас уже скопировано этот стиль и каждый раз мы сможем делать одно и то же. Быстро. Допустим, здесь дуки, 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 дуки. Давайте возьмем шрифт для него. Какой бы шрифт для него. Дуки, 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 дуки. Я извиняюсь, что я не перевожу, потому что я не знаю, сколько не переводила, что-то запомнилось. Так, вот, и нам тоже нужна булочка беленькая. Кликаем с правой клавишей и уже склеить список. И, пожалуйста, нам нужно, ну, раз-два и готово. Про позиционирование я расскажу еще в отдельном ролике. А сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите мое следующее видео про двойную обводку. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok